Друзья, всем привет! Сегодня у нас пару простых и полезных идей, которые могут пригодиться во время ремонта или стройки. Я видел в интернете что-то подобное, решил проверить работоспособность и немного добавил своего. А первая идея, а точнее приспособление я сделаю из остатков 20-ти миллиметровой фанеры и обрезка бруска 50 на 50. От фанеры убираю лишнее, чтобы остался кусок длиной 90 сантиметров. Далее с помощью ленточки распускаю брусок напополам и нарезаю заготовки из фанеры. Все размеры взяты произвольно, кроме длины, она, как я только что говорил, 90 сантиметров. Сейчас увидите, что примерно должно получиться. Чуть не забыл, надо было эту операцию сделать сразу, на целом бруске. Но не беда, беру две части и временно фиксирую малярной лентой с обоих краев. И вот для чего. Отступив около 30 сантиметров от края, необходимо сделать запил 10-15 градусов, не доходя до края 15 миллиметров. Сделаю это на той же ленточной пиле с помощью транспортира. Готово. Теперь подготавливаю саморезы, инструмент и начинаю сборку. Раскладываю заготовки и все скручиваю саморезами с предварительной зенковкой. Далее устанавливаю бруски. Для удобной разметки ровняю по краям по ширине плитки. Наношу разметку. Делаю отверстие внутри разметки и прикручиваю бруски. Финальный этап это прибивание тонкой веревки степлером. Это нужно для того, чтобы не портить и не царапать лицевую часть плитки. И да, эта приспособа нужна для облегченного нанесения клея на плитку. Сейчас покажу принцип действия. Берем приспособу, вставляем гребенку в пазы. Кладем две плитки и выливаем на них клей. Раствор я сделал слишком жидкий, потому что в процессе съемки этого видео он подсохнет и можно с ним работать. А если бы сделал погуще, то потом он станет слишком сухим. Сейчас же вы можете увидеть, что с помощью такого приспособления можно легко и просто наносить клей на плитку, что значительно ускоряет процесс. Эта приспособа, конечно же, не подойдет для ситуации, когда клей наносит только на стену. Я думаю, вы понимаете это. А так как речь пошла о плитке, то хочу показать вам один совет, как можно быстро нарезать большое количество плитки определенной длины. Для этого нам понадобится любой плиткорез, у меня самый дешевый, который я фиксирую к столу саморезами. Буду резать вот такую плитку, а точнее недорогой керамогранит. Мне надо поделить его пополам. На первом образце наношу разметку. В закромах нашел вот такой кусок вагонки. Толщина вагонки равна толщине платформы плиткореза. От этой вагонки нужен кусок размерами с плитку. А еще я нашел брусочек, который тоже нужно порезать по размеру плитки. Брусок прикручиваю к вагонке, примерно по центру. Приспособа почти готова. Ее прижимаю к плиткорезу и устанавливаю плитку до разметки, одновременно двигая приспособу. Как только плитка установлена в плиткорез по разметке, можем прикручивать нашу приспособу к столу. С помощью такого устройства можно нарезать гору плитки, не заморачиваясь с разметкой. Нам такая плитка нужна для монтажа плинтуса в котельной. Надо сделать много и с помощью такого способа сделать это очень просто. Друзья, вот таких пару идеек сегодня я вам подготовил. Если вам они пришлись по душе, то ставьте лайк этому видео и пишите комментарии, ведь это помогает в продвижении видео. Расскажите, как можно улучшить эти конструкции, если это необходимо. Я бы добавил к первой приспособии некий бак для раствора, чтобы можно было вылить туда целое ведро. Как считаете? Тех, кто не подписан на канал, делайте это прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok